утро начали два сигнала практически рядом поэтому снимать будет не поудобнее не только уже предметы наверху глядишь поснимаю что-то и в процессе и есть еще рядышком сигналчики тоже потом к ним перейдем сигнал номер 1 состоит из каски немецкой вот она немножко подкопать так пошла касочка давай студию вот так она хорошо и и влупила причем это влупила отсюда это выходной это выходной под шлем на месте деколь вот так еле видно вот это и сигнал как раз такой на каску сейчас немножко еще поковыряемся по стеночкам шурф соседний который рядом с каской пока мы там ковырялись я вижу тут уже кучу всего для начала гильзы маузеровские крышки от немецких гранат кольца от них же часть нашего диска ппш а не знаю что-то в него залетела и сидит там наверно просто осколком уже часть дисков мела и ленты а что там еще вижу противоказанный бак производства made in germany а мы крышку вчера находили так что все по фэн-шуй на тебе я понял да мне тебе это остапой бурагимович что-то еще и вот здесь изумленные зрители ждут феерии что у мозга он так предметы расчищены начнем их извлечение видим мы ящик пулеметы мг крышку от ранее найденного бака сменник для двух стволов пулеметами опять же и лента пулеметами опять же я будем доставать и более подробно осматривать все на поверхность пока ковырялись расчищали попался зацеп алюминиевый от этого же от ремня к этому же баку опять асман ему читается готов доставать иду кружечка пудреницу вскрывать ну и лопата есть не запотеваете вот лишь надписи на бумажка посмотри мошках да душу отпечатал что что под тубусом лежит жетон даже отсюда я вижу не знаю видит ли камера но я вижу она к давай сначала жетон мы посмотрим а потом уже тубус хотя ладно давать ну а то три а потому что закрыт был на него земля не попала лежал в горах и да сохранился если меня не подводят знания то это первая кадровая рота пехотная 327 пехотного полка первая группа крови 530 индивидуальный номер без стволов не часто дать спаренные до сменники находятся может потом приборчиком аккуратно пройти но какой хозяин но дальше подроем да хватит полных он монета или что-то или пугайца или монета линза линза до линза хороший а ну проломай да можно такую не ну принципе неплох он зато покрылась крышку закрой а и покрышки сколько краски ну так все до ленты там я их уже ждать ждать не буду ленты соответствует состоянии ящика на одном еще сигнала выволок ли вот такой вот крышку какого-то прибора прорезиненная вот резина по периметру здесь такое окошко тоже явно прорезиненная кожаная была штучка похоже подключались какие-то клеммы такая вот судя по всему немецкая штука не знаю даже что это такое яма зарывается кстати прямо показываю для тех кто любит писать нам злостные комментарии о том что не зарываются ямы бросаются на поле у нас всегда зарываются потому что мы работаем согласованием с фермерами они априори не могут не зарываться так верховым прибором пока искали сигналы просто верховым нашли так называемую мортирку немецкую либо немецкий наствольный гранатомет вот такой вот девайс просто в пахоте вижу еще гильза от патера было да немного сигналы облома на пуля но это и сигнал очки белая зеленая два сигнала рядом но все что из них достали пока пока это куча советских патронов 762 пачка смоле граната наша f1 и наша же саперка да она лопнувшая саперка вот трещина начали на эту экспедицию две завершающие ямы вот одна пока несколько стальных гильз и банка от тушенки литровая и там далеко еще за бугром копается еще одна яма как что-то будет там достойной съемки перейду сниму бегать туда-сюда весьма неудобно силы уже не те второй день прямо только что выскочила сигналка надписи я не вижу а так в принципе целы немного стальных патронов немецких и магазин кмп выскочил гладкий без выштамповки этот снаряженный в отличие от вчерашнего полный полный прискакали к нижнему сигналу который тут внизу где было нет как можете видеть этот сигнал не что иное как станок пулемета мг но правда разорванный 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 немножечко повредился чуть-чуть ой смотри ноги нет ноги нет одной да ну немножко попорвало его да ты говоришь доставать можно? все я понял тебя ну давай достанем посмотрим более подробно наверху здесь и достанется здесь и шатается ааа не шатается и кушунька ли ну а то здесь поотрывало и но все ну я то раз два три вот их три штуки и три оторвало это вообще должно сняться е-мое тяжелое давай он наверх отделился на запчасти разобирается да вроде как и станок а вроде как и не станок потому как разломан хорошо ну тоже интересно там алюминий сгнил тут нет ну да разорвало глупило станок МГ тоже должно было разорвать если он на нем в этот момент стоял ну вот здесь же он вот здесь стоит да ну его же могло сорвать крепеж все нужна ручка оправданная вот такие для трусика ролики ну в целом станок как станок только разорванный кусок досталось ему крепенький ага 4 на 1 4 трубы ну да вперед 2 на 1 ничего работа кипит это ямой будем завершать сегодняшний цикл передач как бы так ничего не идет там в углу лежит тубус разложенный к сменному стволу МГ идут гильзы 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 из интересного выскочила еще одна так называемая щелочница 42 года тоже и вот такое кольцо магазин уже был ну это была это была работа кипит полным ходом но подходит к концу такой вот прорыт ход сообщения туда он еще уходит ну а кроме гильз в основном вот это колечко попалось по дну достали наконец-то сменник от МГ лопата противогаз был еще что а что еще тут затвор от МГ масленка к нему уже немножко зипа к маузеру стальная ручка от котелка самого котелка нет ну как-то так а еще куча патронов пока вроде все сейчас уже будем заканчивать яму подходит к концу завершающим можно сказать дембельским аккордом этой ямы стал набор пассатиж хочу все знать да как говорится мы не привыкли отступать нам расколоть его поможет набор щипцов хочу все знать вот такие пассатижи разнокалиберные что я понял и монета на этом все экспедиция завершается сейчас осталось зарыть и доехать до дома то еще и тучки такие собираются как бы дождик не лупил вот вот